всем привет ровно год назад заехал я на съемочную площадку одного очень неплохого сериала к работе над которым я тоже принимал некое участие позвал меня туда мой старинный друг вовка семенов не буду козырять малопонятным для масс словом гаффер назову его мастер по свету коим он и является приезжай горит вовка мне я приехал и услышал прекрасную весть у меня подарок для тебя грит вовка и подарил мне две пластинки март был холодный было очень неприятно но вот эти штуки порадовали меня беспредельно я приехал домой стал их слушать слушаю до сих пор с невероятным удовольствием арчи шеп саксофонист музыкант композитор автор исполнитель все что угодно большой артист один из ведущих авангардистов современного джаза и не современного тоже вообще современный джаз такое странное определение но да ладно один из основателей и один из таких столпов течения которое называется фриджаз не пугайтесь ничего страшного нет фриджаз это такая же музыка как и любая другая этот звук который вызывает определенные эмоции создает настроение хорошее или плохое ну я честно говоря не знаю музыки которая создавала плохое настроение тем не менее многие пугаются фриджаза называют его набором звуков и считают что это каждый может типа да ты морку сыграй а так то и я могу на самом деле отличить фриджаз от шарлатанство то есть отличить настоящую музыку настоящее искусство от шарлатанство достаточно просто или не очень просто не знаю нужно либо привыкаешь и понимаешь все и слышишь сразу либо же просто прикладываешь определенные усилия а именно настоящий фриджазовый исполнитель исполнитель фриджаза не фриджаза исполнителя настоящий музыкант который играет эту музыку его сразу слышно потому что на самом деле все просто на самом деле во первых это звукоизвлечение если оно есть то музыкант уже серьезно да во вторых это техника играть фриджаз со слабой техникой невозможно просто нужно быть виртуозом нужно пройти классическую какую-то основу все-таки знать корни потом уже люди выходят на свободной импровизации сразу слышно звук техника и самая главная мысль самая главная мысль все фриджазовые полотна также как и классические полотна они осмыслены потому что на самом деле такая вещь земля всегда внизу небо всегда наверху солнце всегда встает на востоке заходит на западе у человека две ноги две руки одна голова ничего невозможно изменить и поэтому любая так называемая фриджазовая композиция она все равно находится в каноне просто канон этот другой там всегда есть все равно начало конец развития кульминация классическая трехактовая трехактная драматургия можно так вот сформулировать это есть всегда просто не очень привычная форма наверное хотя есть конечно и разные отклонения например если отойти от джаза немножко в сторону и вспомнить брайана и на например пластинку и надо гринволд там есть ряд композиций в частности заглавная пьеса и надо гринволд который нет ни начала ни конца она заканчивается произвольно совершенно странным образом но это такая уже штука и в нее тоже входишь и она становится понятной просто вот решено сделать так и это не просто так вот от балды что называется без начала без конца а так специально здесь это слышно что это специально слышно что в этом есть мысль в этом есть авторский замысел это очень легко читается а когда это читается значит это правильно но тем не менее вернемся к этим пластинкам первая из них это концерт 1967 год life д.д. дауэн шинген мне без трудом читаю это название life именно не life life жизнь life это дауэн шинген мюзик фестиваль 1967 год незадолго до этого фестиваля умер джон калтрейн и это можно расценивать как посвящение калтрейну наверное а можно не расценивать ну я думаю что скорее всего да потому что здесь всего одна пьеса на две стороны раскидана который называется one for the train часть 1 часть 2 22 минуты и 21 45 секунд соответственно на самом деле это конечно непрерывное полотно она разделена на две стороны виниловой пластинки хуже от этого она не стала стала даже лучше потому что удивительным образом к концу первой стороны там в музыке возникает некая некая не то что пауза но такой эмоциональный спад который разрешается на начале второй стороны как будто так специальные задумано я не знаю как так получилось но тем не менее это получилось это чистый фриджаз и кстати говорят для тех кто хочет познакомиться с тем что такое фриджаз я бы посоветовал начинать именно с этой пластинке почему да потому потому что музыка здесь очень понятная очень легко читаемая легко усвоим и усвоимые бы умой на моя даже слова это не не могу произнести правильно и она затягивает она очень хороша она тут арчи шеп несмотря на все свои авангардные фриджазовые штуки на свой этот бэкграунд на свой багаж фриджазовый он удивительным образом здесь сочетает и все то что есть во фриджазе то есть свободная импровизация игру с тональностями игру с мелодиями разрушение мелодии построение мелодии выход из мелодии куда-то вообще в антимелодичные штуки с понятными читаемыми и какими-то такими традиционными фразами которые сразу облегчают прослушивание и все становится удивительно здорово здесь два тромбониста прекрасный басист джимми гаррисон два тромбониста басист и барабанщик бивер харрис и собственно говоря арчи шеп начинается все с соло на контрабасе довольно длинного вполне традиционного по построению мелодических фраз которые играется на контрабасе с такими испанскими немножко кусочками потом выход из испанских кусочков уже в традиционную такую джазовую форму которая перестает быть традиционным мгновенно когда врубается арчи шеп и начинается полет с бешеный не люблю это слово с бешеные слова энергии мне не нравится за ним ничего не стоит с дикой скоростью с дикой подачей суровый такой быстрый темп ритм секция прекрасно работает совершенно просто матцова мотор здесь не подходит потому что мотор все время здесь так вот запинается 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 все время ломается ритм все время разговаривает саксофон арчи шепа его поддерживают два тромбона такое трио удивительное очень интересно это слушать очень яростный саксофон здесь на первой стороне просто он ревет разрывает все на части и и как-то так прижимает тебя муж вот это да вот это здорово в конце все немножко уходит как я уже говорил в такую легкую паузу и вторая сторона открывается яростным соло один саксофон никого больше нет саксофон пробивает сознание и улетает в небо куда-то потом подключается группа и играется уже немножко другая музыка уже совершенно какая-то ощущение такое что какой-то это вроде классический джаз начинается вроде такой понятный но с какими-то такими вывертами что нет не классический перекличка идет двух тромбонов и саксофона тромбона играют совсем какие-то уже такие фразы понятный и сверху саксофон там накручивать накручивает а в конце я прочитал кстати коротенькую статью которую написал леонид аускерн и он дал мне подсказочку потому что я не понимал что там происходит там начинается какая-то попсовая мелодия причем сыграно именно фриджазово хулиганские абсолютно она разнесена разрезана разбита the shadow of your smile такая песня была шестьдесят седьмом году дико популярная в америке и как вот я прочитал у леонида аускерна даже получил и грэмми за что не знаю и они обыгрывают в конце эту песню это дико смешно дико просто здорово и в общем тем кто хочет понять что такой фриджаз пожалуйста вот эта вот пластинка 1967 год арчи шепт дауэн да дауэ шинген концерт дауэ шингене шестьдесят седьмой год и сразу за ней нужно слушать вот этот альбом который вышел в 1977 году green dolphin street арчи шепт и вот здесь этот абангардист этот мастер и один из основателей наверное фриджаза играет совершенно классические джазовые пьесы здесь три пьесы классических джазменом любителям джаза все они известны это собственно green dolphin street это до сцены склин и альтрут about you и две вещи авторские арчи шепа и наф и или mellow blues абсолютно классический красивейший красивейшая музыка если кто-то джаз вообще не любит никакой не фри не не фри не бибоб там не не модальных джаз послушайте вот эту пластинку и вы поймете что такое джаз хотя таких примеров можно привести сотню таких пластинок с которых вот не начинаете с этого альбома вы полюбите джаз но это одна из них точно потому что удивительной красоты dolphin street первая пьеса который арчи шепт играет тоже вроде бы традиционно но поскольку он все-таки свободный человек в импровизации он и так и всякое и раскладывает вокруг мелодии ходит пассажи невероятные какие-то неожиданные всплески саксофонные идут потом удивительно и удивительный кусочек сыграны на фортепиано волтер бишоп играет здесь на фортепиано прекрасный совершенно кусочек такой довольно длинный блестящие просто переливающиеся скоростные такие пассажи фортепианные аккорды все мягко и все все очень мягко здесь здесь нет никакого зверства вообще на этой пластинке ни разу нигде хотя то о чем я говорил неожиданные всплески эти взрывы саксофонных пассажей восходящих нисходящих очень быстрых но они настолько мелодичны настолько все здорово следующая вещь и нас где играет контрабас во второй части пьесы пьеса очень тонкая очень лиричная и саксофон здесь играет с каким-то таким звуком иногда похоже даже на флейту на какие-то высокие такие инструменты нежные 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 просто удивительные и потом соло контрабаса такое ощущение что контрабас не из дерева сделан а либо из замши либо из бархата либо из чего-то такого еще потому что настолько повторить бархатистый звук завораживающий мягкий кайфовый но при этом быстрый при этом быстрая партия очень здорово ну и все остальные вещи в таком же ключе также можно их расхваливать живописать мелодичные прекрасно сыграны с адовой техникой просто и очень свободно потому что это все-таки мастер фри джаза очень свободно не похоже на традиционный джаз именно хотя джаз вообще свободная музыка до свободная импровизация всегда да всегда она есть но здесь это импровизация она немножко другая она еще более свободно она то есть человек чувствует себя абсолютно безнаказанным я бы сказал так и заканчивается последняя вещь и ну вот и на мало блюз на второй стороне классический традиционный блюз джазовый со всеми прелестями которые в люди могут быть только а вот а этот about you последняя вещь она заканчивается удивительным нежным прекрасным восходящим соло саксофона абсолютно классическим мелодичным тонким и кажется ну вот это внеземная красота и в конце такой дикий а тональный какой-то а то на неправильное слово там а тональный аккорд на фортепиано и флажолет на саксофоне вот все-таки кусочек фри джаза сюда в лес в общем очень рекомендую два этих альбома какой из них лучше я сказать боюсь этот концерт 67 года и он green dolphin street соответственно 77 арчи шепп саксофон великая музыка пошел пить пока до новых встреч а